Друзья, привет! В этом видео буду делать обзор и распаковку компактного радиоприемника от компании RETECAS модель PR15. Купить этот радиоприемник можно на Алиэкспресс, как обычно, ссылки на продавца будут в описании под этим видео. Настройка этого радиоприемника не вызывает никаких вопросов, он очень прост в эксплуатации, поэтому хорошо подойдет для людей более старшего возраста. На канале уже был обзор радиоприемника с очень простой настройкой и эксплуатацией. Кому интересен обзор, ссылка будет в описании. Но этот вариант такой более стационарный, более габаритный, хотя отличное звучание. Но эта моделька портативная, более для других целей, взять с собой на рыбалку, взять с собой в путешествие, на природу, чтобы не занимал много места и был очень прост в настройке и эксплуатации. Итак, первое, что есть в этом радиоприемнике, это поддержка AM, FM и WB частот. Поставляется в такой плотной картонной упаковке, внутри пупырчатый пакет и внутри непосредственно само радио. И плюс идет инструкция на английском языке. В инструкции перечислены возможности радио, управления, а также технические характеристики, которые вы можете видеть на экране. Питание радио 3 вольта, а двух мини пальчиковых батареек. Поддержка трех частот, частотный диапазон вы можете видеть на экране. Мощность внешнего динамика 120 мВт, поэтому на громкое звучание внешнего динамика в данной модели можно не рассчитывать. А также есть возможность подключить наушники к этому радио. Габариты вы можете видеть на экране, вес радио составляет 66 грамм без батареек. Внешне радио достаточно компактное, FM частотный диапазон вы можете видеть на экране, где перемещается стрелка, AM также вот перечислено, и есть WB частота. Это так называемый NOAA Weather Channel, погодный канал. То есть по этой частоте будет передаваться, что касаемо погоды. Так вот, эта частота поддерживает 7 каналов на этом радио, но у нас эта фишка не поддерживается и не работает, поэтому для нас это не актуально. С лицевой стороны расцветка радиоприемника черная. Ниже обозначения частот расположен внешний динамик, мощностью, как я и говорил, 120 мВт. По контуру идет серебряная рамка, а с обратной стороны расцветка полностью идет выполнена из серебра. Ниже располагается отсек для мини пальчиковых батареек, самые обычные мини пальчиковые батарейки сюда подключаются, и закрываем крышку. Сверху для усиления сигнала расположена телескопическая антенна, которая состоит из 5 секций, общая длина составляет 20 см. Далее есть разъем миниджек 3,5 мм, куда можно подключить внешние наушники. Есть такой ремешок, благодаря которому можно носить это радио на руке, чтобы оно допустим не выскользнуло, вот таким вот образом для фиксации. Правее от наушников находится колесо регулировки громкости, оно же является включением. Для включения нам нужно просто один раз крутануть громкость и происходит щелчок и радио включается, после чего можно добавить либо убавить громкость. Справа у торца есть регулятор тюнинг, при помощи которого мы выбираем радиостанцию и перемещаем стрелку. И правее есть переключатель между частотами AM, FM и WB. На шкале мы можем сориентироваться по частотам. Вот таким вот образом здесь происходит переключение. Ну давайте потестируем это радио в действии. Я переключаюсь на FM частоту, после чего выдвигаю антенну на максимум, включаю, повернув громкость вправо, отрегулировал громкость как мне нужно и теперь колесиком тюнинг перемещаю стрелку на нужную радиостанцию. Обратите внимание, у меня есть красный индикатор, когда я переместился на нужную частоту, поймалась радиостанция, у меня загорается красный индикатор. И вот таким вот образом нахожу нужную радиостанцию и можно слушать. Итак, друзья, что могу отметить по данному радиоприемнику? Несмотря на габариты, радиостанцию он ловит уверенно. На внешний динамик я бы сильно не рассчитывал, потому что его мощность 120 мВт. Если выкручивать регулятор громкости на максимум, то высокие частоты достаточно плоско звучат, поэтому чтобы было более комфортно слушать, колесико громкости я убавляю процентов на 20 от максимальной громкости динамика. Но не забываем, что есть разъем миниджек, куда можно подключить наушники. Ну и цена радиоприемлемая, стоит 13 баксов на Алиэкспресс. Как обычно, ссылки на продавца, если интересно, будут в описании под этим видео. А, и да, чуть не забыл, чтобы радио отключить, регулятор громкости сбавляю на максимум до щелчка, и происходит выключение радио. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком, и всем пока!